Привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами проверим параметры очень старых советских конденсаторов электролитических, предназначенных для работы в военной аппаратуре. О том, что они военно обязаны и принадлежат к особому классу, говорят вот такие маркировочки. Ромбик и вот такая вот приемка с ручной надписью. С5 наносилась бригадами проверяющих людей, которые специально контролировали все параметры данных конденсаторов, чтобы гарантировать их долговечную и надежную работу. Все вы прекрасно слышали, наверное, те, кто увлекался электроникой, про всевозможный конденсаторный грипп, конденсаторную чуму и прочие болячки, которым подвержены капиталистические конденсаторы, как старые, так и новые, особенно новые. То есть вот такие конденсаторы, они протекают, высыхают, теряют свою емкость, из-за этого аппаратура, собранная на них, работает крайне ненадежно. Что же касается военной советской аппаратуры, то о ней складывают легенды. И сегодня мы с помощью вот такого прибора проверим, действительно ли отборка военная была настолько хорошая и качественная, что электролитические, подчеркиваю, именно электролитические конденсаторы, нисколько не высохли, не взорвались, не развалились. И посмотрим, не утратили ли они свое основное свойство, это емкость. Емкость данного конденсатора 200 микрофарад. И, к сожалению, мой прибор, рассчитан на измерение только емкостей до 200 микрофарад, не сможет полностью его проверить. Но мы сможем посмотреть, а не упала ли емкость вот этой вот детали, то бишь конденсатора, по прошествии. Вот давайте легко посчитать, сколько лет этому конденсатору. Десятый месяц, 71-го года. Сейчас 2021 год, а это значит этому конденсатору 50 лет. Его электролит, если бы он был вот такого типа, давно бы уже иссох, и емкость этого конденсатора была бы, ну, наверное, единицей микрофарад. Давайте подключим его к прибору, включим наш приборчик и проверим, что же с ним произошло. Вытек ли электролит, высохли этот конденсатор и утратил ли он свои свойства. Включаем. И смотрим. Вот он моргнул 199, давайте, и ушел за пределы диапазона. Мой прибор не может показать такую емкость 200 микрофарад. То есть мы видим, что данный конденсатор свою емкость не только не утратил, а скорее всего она стала больше со временем, как у хорошего коньяка крепость. Давайте проверим конденсатор, который моему диапазону вполне соответствует. Подключим его в правильной полярности и будем измерять. Лучше на корпус, тут контакт получше. Емкость этого конденсатора сейчас 86 микрофарад. Все по прибору видно. А давайте посмотрим, какая заявленная емкость была на корпусе на этом конденсаторе нарисована. Так вот, чтобы вам было хорошо видно, попробую сфокусироваться. Так, видно вам или нет вот здесь вот в отблесках. Это 50 микрофарад. Конденсатор электролитический не только не высох, а наоборот стал еще более емким. Что же говорить, да, военные старые конденсаторы даже по истечении полувека могут прекрасно работать и использоваться в радиоаппаратуре. Ну, с учетом того, что их емкость надо учитывать, рост их емкости. Но, как правило, в схемах конденсаторы ставятся как раз запасом и критичнее, если у конденсаторов емкость падает. Во всех сглаживающих фильтрах, в РЦ цепочках емкость должна быть чуть побольше, для того, чтобы могла сглаживать. Мы не говорим об РЦ контурах и ЛЦ контурах, которые используются в радиосвязи. Мы говорим о блоках питания, стабилизаторах и сглаживающих и согласовывающих фильтрах. На этом все. Пока я горжусь такой техникой и тем, что наши предки могли ее создавать.